Все, мы собрались ехать. Вот такой вот у нас был номер в Судаке. С Судака мы сейчас будем выезжать на крепость. Поедем, посмотрим, какой тут пляж. Покупаемся. К вечеру, наверное, будем выезжать. В общем, номер этот мне, в принципе, понравился. Что я могу сказать? Цена 2000. Тут даже гардеробная есть с вешалками. Тут есть холодильник, чайник. Раковина, посуда необходимая. Конечно же, у нас есть и болер тут, и унитаз, и раковина. И вот такая вот душевая кабина. Дополнительное укрепление с главным входом в крепость. Добрый день. Сфотографируемся где угодно. Сейчас посмотрим. Это уже главный вход в город был, укрепленный вот такими вот стенами. Генеевская крепость. Единственная такая крепость, которая сохранилась до нашего времени. В результате археологических архитектурных исследований, реставрационных работ, проведенных за три десятилетия на территории Судакской крепости, значительно расширены хронологические рамки существования города. Ученые установили, что с середины VII века, задолго до появления генуэзцев в Северном Причерноморье, на этой территории в течение нескольких веков существовал защищенный оборонительным сооружением византийский город Сугдея, торгово-экономический и политический центр региона. Это дало основание ученым и специалистам называть крепость не генуэзской, как она носила ранее, а судакской. Благодатный климат и выгодное гиграфическое расположение Крымского полуострова, в основном его южного побережья, издавна привлекали к себе внимание многих народов. На протяжении античного средневекового периода греческая культура активно влияла на народности, сменявшаяся в Крыму одна за другой. В конце античного периода почти все население Северного Причерноморья и независимость от этничности и принадлежности крепко усвоила основные черты эллинистической культуры и начала воспринимать греческий язык в качестве языка культуры и образования. Согласно средневековой легенде, крепость Сугдея была основана в 212 году. В начале 3 века почти весь Горный Крым вошел в состав Боспорского царства. Для контроля за территорией царства и для борьбы с пиратством было основано несколько пунктов, где дислоцировались отряды боспорских воинов. Одним из таких пунктов стала Сугдея, к тому времени представлявшая собой небольшой наблюдательный пункт и пристань. С последующим развитием города первоначальное поселение было почти полностью разрушено, поэтому археологический материал этого времени незначительный. Несколько монет, небольшие фрагменты мраморных декретов и алтарь, посвященный богу моря Посейдону. В письменных источниках город Судак зафиксирован под разными названиями. В греческих Сугдея, в западноевропейских чаще всего Салдая, в персидских и арабских и турецких Сугдак и Судак. Современное название города близко к восточным формам, а также к начальному топониму, происходящему от древнеиранского слова Сугда, в переводе чистый или святой. В позднеантичный период население Крыма в целом вело свое происхождение от ираноязычных племен, среди которых в III веке наиболее властным и многочисленным было племя Алан. Невзирая на значительное влияние греческой культуры, в языке жителей Восточного Крыма длительное время сохранялась присущая ей система собственных имен и географических названий. Некоторые из них дошли до наших времен, поэтому немало ученых считает, что Аланы были первыми жителями Сугдеи. В VI веке Южный Крым постепенно входит в состав Византийской империи. Вдоль южного побережья Таврики сохранились остатки систем византийских укреплений, одно из которых возникает во второй половине VII века в Сугдеи, а наличие здесь византийского таможенного пункта свидетельствует о том, что город играл значительную роль в торговле византийского государства. В конце VII века в Юго-Восточный Крым начинают проникать туркоязычные племена, входившие в состав Болгарской конфедерации, а затем Хазарского Каганата. Они селились у византийских крепостей. Хазарский Каганат окончательно сформировался к началу VIII века, был к тому времени небольшим государственным образованием Восточной Европы. Это государство было конфедерацией кочевых и оседлых племен. Алан болгар-славян, объединенных военной силой Хазар. В Сугдеи в первой половине VIII века располагалась ставка хазарского чиновника Тудуна. В VIII веке значительную роль в формировании мировоззрения жителей города играет христианство. Миссионерская деятельность христианских проповедников особенно активизировалась в период иконоборчества в Византии. Внутренние социальные конфликты, уменьшение территории привели к оттоку населения из центральных областей. В первой половине VIII века в Сугдеи была учреждена епископия, одним из первых настоятелей которых стал святой Стефан, ставший впоследствии небесным покровителем города. Благодаря влиянию греческого христианства на протяжении почти всей истории города большинство населения владело греческим языком и исповедовало православное христианство. После краха хазарского казаната в конце X века власть в Судаке, как и во всем юго-восточном Крыму, переходит к Византийской империи. Ремонтируют старые и строятся новые оборонительные сооружения, активно застраиваются внутрикрепостное пространство. X-XIII век – период наивысшего развития города. Он становится значительным торговым центром Таврики и всего Северного Причерноморья. Порт Судака соединяет страны Восточной Европы и Киевскую Русь со странами Средиземноморья, Евразийские степи, со странами Северной Африки, Ближнего Востока и Западной Европы. Богатство и роль города в международной торговле не могли не привлечь внимания сильных в военном отношении соседей. В конце XI века город попадает под протекторат половцев, которые на условиях выплаты дани гарантировали жителям защиту от внешних врагов. Однако им не всегда удавалось выполнить свои обязательства. Когда в 1228 году к Судаку подошла эскадра турецкого сельджукского султана Алла-Эддина Кейкубада, на защиту города выступил 10-тысячный отряд половцев. Однако он потерпел поражение, и турки захватили Судак. Этот поход был эпизодом в условиях войны между Ионийским султанатом и Трапезунской империей, в состав которой входил город. 27 января в 1223 году под стенами Судака впервые появились монгольские войска. 26 декабря 1239 года после похода на северо-восточную Русь монгольские войска Батухана во второй раз появились у Судака. Население страха перед завоевателями покинуло город. С образованием Золтоордынского государства, столицей которого был город Сарай-Бату на Нижней Волге, Судак, как и вся юго-восточная часть полуострова, вошел в состав Крымского Улуса Золотой Орды. Начиная с 1249 года администрация Улуса ежегодно собирала дань в интересах Золотордынского хана. Со второй половины XIII века на рынке Черноморского побережья все активно проникают купцы из Западной Европы, преимущественно из двух североитальянских городов – Венеции и Генуи. Их привлекали выгодные условия торговли со странами Дальнего Востока и Средней Азии. Сложившиеся здесь после образования Большой Монгольской империи. Заплатив 3% пошлину, купцы получали от имени монгольского хана гарантированное право, ничем не рискуя пересекать континент от Черного моря к Желтому. Поэтому завладение портами на побережье Черного моря между представителями разных государств продолжалась ожесточенная борьба. Около 1260 года Генуи основала большую торговую факторию Кафу. В современной Феодосии, которая находилась в 50 километрах к востоку от Судака. В Салдае, так называли судак-итальянцы, с 70-х годов XIII века укрепились венецианцы. В городе имел собственный дом венецианский купец Матео Поло, которого посещал племянник и известный путешественник Марко Поло. Формально Салдея не подчинялась венецианцам, а находилась в зависимости от хана Золотой Орды. В первой половине XIV века золотоордынские наместники Крыма под предлогом религиозной борьбы изгнали из города христианское население города и приказали снести крепостные стены. В Золотой Орде после смерти хана Бердибека 1350 год началась борьба за трон, главную роль в которых играл Беклярий Бек Мамай, периодом смут которой продолжался вплоть до конца 1380 года, успешно воспользовалась Генуя. Их военные отряды захватили почти все Крымское побережье, постепенно вытеснив представителей Золотоордынской администрации. 19 июля 1365 года генуэзский отряд, как сообщает один из письменных источников, занимает высоты Сугдеи. С этих пор началось восстановление городской инфраструктуры, крепостных стен и общественных зданий. Сначала генуэзцы построили цитадель на вершине горы, а большую часть города окружили земляным валом. Восстановление внешней линии обороны началось не позже 1385 года. Территория генуэзской солдайи разделялась крепостными стенами на три части. Цитадель, замок Святого Ильи, нижний город, крепость Святого Креста и портовое предместье. Для охраны солдайи генуэзская администрация нанимала 20 до 80 солдат степандиариев за достаточно высокую плату. Однако наемных солдат было маловато, не только для защиты крепости, но и даже для ее охраны. Поэтому мужское население города должно было в ночное время в порядке очереди охранять крепостные стены. Заклонение от этой обязанности администрация налагала на нарушителей штрафы. Пространство внутри крепостных стен в настоящее время пустующее. В те времена было застроено жилыми домами и культовыми сооружениями. Жилые дома солдайи располагались на террасах, которые спускались по склонам крепостной горы. От севера к югу протянулись пять улиц, соединенных узкими переулками, которые проходили по краям террас. Дома были многоэтажными. Нижний этаж каменный, второй, а иногда и третий, деревянный или сырцового кирпича самого. Из письменных источников известно, что на территории города находилось несколько больших христианских храмов и много небольших часовен. Как свидетельствуют археологические исследования, за пределами крепостных стен на расстоянии до одного километра располагались постройки городского посада с усадьбами, где жили ремесленники и размещались их мастерские. По нормам средневекового городского права, любое производство, связанное с огнем, гончарное, металлообрабатывающее и другое, выносилось за пределы городских порталов. При размещении ремесленнических мастерских учитывалось даже господствующее направление ветра во избежание попадания искр на здание. На каждом сооружении генуэзцы устанавливали закладную плиту с информацией о времени строительства и принадлежности строения. В верхней части плиты обычно содержалось несколько строк латинского текста. Например, надпись над одной из плит дословно переводится так «Это сооружение приказал построить благородный муж и достопочтенный консул солдай Паскуалия Джудичи в первый день августа 1392 году». В нижней части плиты изображено три щита с гербами. На центральном герб Генуи, влево от него герб генуэзского дожа, высшего административного лица генуэзской республики, и справа герб Грода, из которого происходил консул. После падения Константинополя в 1453 году и захвата турецким султаном Черноморских проливов, связь генуэзских колоний с метрополией осложнилась, а Черное море постепенно превратилось во внутреннее море Османской империи. 31 мая 1475 года Крыму подошла эскадра турецкого полководства Кедук Эхмед Паши. Сначала турецкое войско взяло Кафу, столицу генуэзских колоний на Черном море. В отличие от Кафы, солдайя мужественно защищалась. По известному преданию, ее последние защитники закрылись в одной из наибольших церквей и продолжали оказывать сопротивление даже после захвата врагом всего города. Находясь под властью Османской империи, судак стал судебно-административным округом Кадалыка. На тот период в судаке проживали греческие, армянские и турецкие семьи. Защищал крепость турецкий гарнизон в составе 10-30 солдат. Два количества едва хватало для защиты полуразрушенных стен судака. В XVII веке, когда свои походы на Крым начали казаки, местное население, боясь военных столкновений, и разбежалось все по округе. Турецкий путешественник Ивлия Челеби, посетив судаков во второй половине XVII века, не обнаружен здесь ни одного мирного жителя. В турецкий период в судаке построено было две мечети, одну из которых обнаружили археологи в 1992 году. В 1771 году во время русско-турецкой войны русские солдаты без боя заняли судак.